помню в детстве по какой-то причине нас заставляли есть этот рыбий жир говорили что будут расти кости и значит лучше будешь сам расти помню он был противный ужасно да и вот давились ели его выкидывали куда-то когда не видели наши родители а вот сегодня оказывается опять всплывает этот рыбий жир уже в капсулках уже не такой вонючий но его говорят спортсмены также используют в своей подготовке кто еще не знает вы находитесь на канале александр мирошникова я александр мирошников странное совпадение и в нашей рубрике что должен знать и уметь персональный тренер мега уважаемый человек как всегда интересная и занимательная тема систематический обзор исследований по рыбьему жиру для спорта для фитнеса для активного отдыха времени как всегда у нас мало вперед-вперед для начала давайте разберемся что же такое рыбий жир рыбий жир оказывается это длинно цепочные полиненасыщенные омега-3 жирной кислоты елки-палки так это омега-3 у нас огромное количество фильмов плейлист есть но давайте дальше разбираться исследования показали что элитные спортсмены часто используют рыбий жир вот неожиданность но обратите внимание рынок рыбьего жира составляет миллиардную индустрию в которой рост развивался по экспоненте и ожидается что этот рынок достигнет 5 миллиардов долларов к 20 до 25 году тут остается буквально считанные считанные минуты до до 25 года то есть мы понимаем что рынок огромный огромный бизнес и значит мы должны более пристально подходить к исследованиям по рыбьему жиру чем мы и займемся в 2019 году выходит вот такой большущий обзор конечно проплачены продавцами рыбьего жира и здесь рыбий жир нам предстает как мумию буквально все лечит до лазарь от него встает ну вот придумайте любое заболевание и соответственно только рыбий жир может вылечить его поэтому конечно же несерьезно останавливаться на этом обзоре мы движемся дальше буквально на днях 8 мая двадцатого года выходит систематический обзор 15 родится достаточно большая работа мы видим 32 рк и входят в него нету заинтересованности мы видим сам обзор достаточно интересно все таки систематизирован и давайте давайте его изучать как я уже сказал они очень интересно составляют этот обзор и разбивают его на 4 таблиц первая таблица это резюме исследований добавок рыбьего жира у спортсменов связанных с окислительным стрессом они там составляют свои таблицы а мы составляем свои почему потому что мы знаем что это огромный бизнес и нам требуется дополнительные данные честно говоря когда я начал разбирать все исследования то понял что уровень мета-анализа нижайший мы с вами видим добавляются во первых исследования все старые и добавляются исследования которые я бы никогда в жизни не добавил в мета-анализ но представляете исследуется добавка кварцетин витамин c изокварцетин катехин эпигалокатехин галат да и омега-3 и считается это что добавка омега-3 но странно да все практически проплачены и плюс вы видите раз два три 4 5 5 исследований вообще не сообщают ничего то есть нет правил даже сообщений практически все исследования это польша какие-то турки там да какие-то испанцы и так далее ни одного практически по моему американского исследования где дисциплина высочайшая и вот вот что мы наблюдаем по этому анализу резюме этой таблицы только одно рк и сообщила побочных эффектов при этом жалоба спортсменов были незначительными чаще всего высказывались опасения в отношении использования хронических высоких доз рыбьего жира повышенный окислительный стресс вызванный окислением поле насыщенных жирно-кислой то есть наоборот повышался окислительный стресс кровь гипо вот это коагулянтный эффект воздействие тяжелых металлов и токсинов которые часто находятся в в рыбьем жире легкие желудочно-кишечные побочные эффекты то есть тошнила спортсменов да то есть ты бежишь а в этот момент я тошнит очень очень классно ну давайте движемся к следующей таблице следующая таблица это резюме исследований добавок рыбьего жира у спортсменов связанных с иммунитетом и воспаление здесь дела обстоят немного получше мы видим что есть исследование дабы их там два-три исследования которые показывают что есть результат конфликта интересов нет да они опять турки еще кто-то но опять добавляется исследование где кофеинопегалка тахингалат мы видим добавка почему-то с витамином е считается что обязательно это омега-3 если туда добавили витамин d то есть все равно это добавка омега-3 ну поразительно поразительно также есть исследование где не сообщаются ничего да не конфликта интересов никто проплатил исследований то есть опять вот некая солянка непонятная но выводы делаются такие мы не нашли убедительных доказательств того что добавки рыбьего жира обеспечивают защиту от болезней третья таблица посвящена резюме исследований добавок рыбьего жира у спортсменов касающиеся восстановление и травм в этой таблице собрались все продавцы рыбьего жира и начали его хвалить травы проходят все выздоравливает пейте пейте покупайте рыбий жир но не буду здесь ничего говорить вы сами все видите до принимать решение вам помните как у платона в диалоге тиме и раз-два-три а где же у нас 4 друг тиме и вот здесь как раз 4 таблица заключительная таблица это резюме исследований по добавлению рыбьего жира у спортсменов касающихся сердечно-сосудистых показателей познание настроение и также дыхательный и любых каких-то функций давайте пойдем быстрее к ней здесь опять международная таблица опять как это солянка вы видите 97 года обязательно омега-3 надо с каким-то поликазанолом было скрестить и обозвать это омега-3 но выводы делаются такие действительно добавки рыбьего жира оказывают положительное влияние на когнитивные функции сердечно-сосудистую динамику велосипедистов и главное восстановление мышц но честно говоря смотря на эту таблицу даже не хочется читать выводы в очередной раз убеждаемся что правы были журнал джама когда сделал свой первый метаанализ к охрановский метаанализ и метаанализ шонфилда которые сказали что бесполезнее добавки на планете земля как омега-3 ничего нет да поэтому также остаемся при своем мнении если вам фильм понравился то не забываем ставить лайк и конечно же подписаться на наш канал у нас самые занимательные веселые практичный а главное научные темы и все пока пока